Колонны бессмертного полка формируются заранее. У московских ворот и танка «Иркутский комсомолец». Задолго до начала шествия к точкам сбора уже начали подходить иркутяне с портретами своих близких. У каждого своя семейная история. На фото – деды, отцы или, как у Олега Кожина, старшие братья. Курсы не успели закончить, бросили под Курск. Как раз попал под Прохоровку. От его рота остался в живых один человек только. После войны нашел моих родителей. Земляк был, потому что и рассказал, как брат погиб. 127 человек хоронили в одной большой воронке. Хоронили в шинелях просто, потому что не справлялись, не успевали. Столько было мертвых. Сохранять память важно в поколениях. Именно на это направлена акция. Многие признаются, когда стали в ней участвовать, больше узнали своих близких, нашли новую информацию или еще раз рассказали о дедушке детям. Горбунов Анатолий Ефимович. 26-го года рождения. Воевал. 44-45-й год. Войну закончил в Венгрии и в госпитале. Он прошел всю войну. А кем был? Рядовым. В Иркутске колонны бессмертного полка впервые прошли в 2014-м. А зародилась акция под этим названием в 2012-м в Томске. Но еще раньше, в разных городах, в разные годы, начиная с 1965-го, когда впервые праздновали официально годовщину Победы, люди выходили с портретами отцов и дедов. Поэтому движение можно назвать истинно народным. Движение «Бессмертный полк» в Иркутске с каждым годом все больше и больше людей вовлекает в шествие. И мы ожидаем, что более 40 тысяч в этом году примут людей участие. И мои родственники, и родные, и близкие тоже участвуют в этом шествии. Я считаю, что тот человек, который придумал, он просто придумал уникальную вещь, потому что человек умирает дважды. Первый раз физически. И 30 миллионов советских граждан уже никогда не вернется. Но человек будет жить вечно, если о нем будет помнить. И благодаря таким акциям, чем больше будет людей в них вовлечено, тем больше будет и дольше эта память. У многих участников колонны было по нескольку портретов. Люди пели песни. То и дело по строю прокатывалась волна победного «Ура». Да и как может быть иначе, если все мы, вся страна – наследники той победы? Анастасия Байдракова, Александр Барановский. Новости сейчас.